Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В этом выпуске мы продолжим разговор о защите плодовых деревьев от нашествия различных проблем, которые могут быть физического характера, такие как трещины, например, да, это всевозможные побелки защищают наши растения от этой беды, от атак различных болезней в период вот этой зимовки, ну, не столько самих болезней, сколько вот эти трещины являются воротами для заселения туда болезней, вредителей, соответственно, мы их должны тоже защищать, и продолжаем разговор о защите от различных грызунов, вводя в состав меловых или известковых или гипсовых побелок таких компонентов, как мука в качестве клея, или желатина, или молоко, или сыворотка молочная. Мы, конечно, можем в определенной степени привлечь туда их запахом, мы сами-то его не чувствуем, но враги сада вполне могут его почувствовать. Это, конечно, мы можем привлечь и мышей. Ну, на самом деле, не только эти компоненты завлекают мышей в сад, в первую очередь завлекают сами деревья, особенно молодые, поскольку они являются естественным питанием для мышей, мышевидных грызунов, а также для зайцев. Некоторые виды побелки, например, с введением жидкого стекла, я как-то рассказывал об этом, формируют такую своеобразную структуру побелочного раствора, формируют такие крупочки силиката кальция внутри колючего, которые напрочь отбивают у тех же зайцев охоту пробовать такую побеленную кору, особенно на молодых деревцах, которые могут погибнуть от атак и мышей, и зайцев. Да и уже немолодые тоже могут погибнуть. Но есть способ проще. Оказалось, что и мыши, и зайцы, да и вообще млекопитающие, в отличие от всевозможных гусениц и слизней, замечательно чувствуют остроту капсаицина, вещества, которые определяют жгучий вкус острого перца. Я выращиваю острого перца много разных сортов. У меня вот такой вот есть стандартный чили, стандартный красный, у меня желтый есть, очень урожайный, хороший. Я также выращиваю сорта хабанеро, это перец китайский, который очень сверх-сверх острый. И вот оказалось, что введение в состав побелки капсаицина острого перца действительно надолго, в отличие от дегтя, потому что дега держится, запах дегтя держится не так и долго, а высокие концентрации дегтя вредны для самой коры. Кора может плохо реагировать, отслаиваться, отмирать в ответ на высокие концентрации дегтя. А вот на капсаицин само растение никак не реагирует, а в отличие от этого, зайцы и мыши капсаицин вообще не выносят. Таким критическим моментом является, конечно, сколько этого капсаицина туда добавить, ведь сам по себе капсаицин в чистом виде не продается, ну а количество перца, которое необходимо туда добавить, весьма зависит от остроты самого перца. Вот уверяю вас, что вот таких вот трех плодиков хабанера более чем достаточно на 10 литров готовой побелки, для того, чтобы у зайцев и у мышей напрочь отбить охоту от подгрызания вот этих самых растений. Что касается перца чили, то здесь уже надо не три таких плодика, а здесь надо таких плодиков семь-восемь. Если вы ориентируетесь на сухой перец красный, то как минимум на 10 литров побелочного раствора на конечную концентрацию вам понадобится столовая ложка, которую вы можете вводить непосредственно в побелочный раствор. Ну, переборщить не переборщите, главное не внести меньше, чтобы им действительно было остро, а не показалась эта кора, ну, легким каким-то пряным десертом. Поэтому соблюдайте вот эту достаточно высокую дозу введения острого перца в побелочные составы. Кроме того, можно на самом деле сделать и просто настой перца на воде и таким образом обработать стволы ветви растений, которые вы не белите, например, наверху они находятся в кроне, и, например, повреждаются зайцами, потому что зайцы встают на задние лапы и на снегу находятся и повреждают более высокие ветви кроны. И вы можете просто обработать эти веточки даже из пульверизатора, и этот капсаицин продержится на них достаточно долгое время. Кроме того, вы можете настоять этот перчик на масле растительном, как я в одном из выпусков рассказывал, что можно вводить масло в состав для побелки молодых деревьев, в особенности молодых деревьев. Он обладает такой состав целым комплексом хорошим защитных свойств. И таким образом вы одновременно и защитите растенец молодые от исущающих ветров, и одновременно защитите их от всевозможных мышевидных и вот этих вот ушастых грызунов тоже. Но будьте осторожны, чтобы этот состав не попадал вам на слизистые оболочки, в глаза. Работайте в перчатках, потому что если вы имеете дело с очень остренькими перчиками, то, конечно, их сок и этот капсаицин остается у вас достаточно надолго. Если вы глаз потерли там или какое-то еще место, соответственно, может сильно печь. Будьте осторожны при работе с перцем, ну как в кулинарии и в остальных случаях. Что ж, это хороший способ экологически и природный защитить деревца от нашествия вредителей в зимний период. И воспользуйтесь им, если он доступен. На этом я прощаюсь с вами. До встречи! Продолжение следует...